Ну и напомню, людоход в регионе метеорологи прогнозируют в 20-х числах мая. К возможному подтоплению Наринмар начал активно готовиться. В частности, в районах Старый аэропорт и Виллоч сделали песочные насыпья. Дамбы нужны и в Красном. Местные бьют тревогу. Поселок в этом году снова может подтопить. Поселок Красное – одно из поселений, подверженных затоплению. Ежегодно поводок наносит ущерб не одному дому. В прошлом году больше всего пострадал новый микрорайон «Березовый». В домах полностью пришлось менять полы, покупать новую мебель и технику. Как будет в этом году – неизвестно. Но жители поселка уже беспокоятся. В программу «Алло-студия» поступил вопрос от жителя поселка. Каждый год у нас в Красном паводке, из года в год. Пускай небольшие бывают, но все равно надо порадоваться, но уже одуматься о дамбе. Хотелось бы дамбу построить, а то надоело уже ремонты делать. В новый дом мы перешли, все равно вода зашла в дом. Толку-то. Опять делали ремонт. Хорошо еще свет помог. А так бы сами бы не управились. Ответ на вопрос нашли в администрации поселка. Леонтий Чупров пояснил – противопаводковые мероприятия идут. По периметру микрорайона отсыпали песок. К началу ледохода насыпи осталось укрепить. Что касается ремонта домов, администрация помогает ремонтировать лишь муниципальное жилье. Собственники свои дома могут страховать. В этом году было много домов подтоплено. Мы оказывали материальную помощь, оказывал округ. И всем говорили, люди, предохраняйтесь, грубо говоря, страхуйте собственное жилье. Буквально на той неделе мы решили посмотреть и выяснить, сколько же человек из тех, кто топили, застраховали свое имущество. И какие данные? Да никаких, потому что никто не застраховался. То есть люди надеются на чью-то помощь, но не надеются на себя. По словам Леонтия Чупрова, администрация свои обязательства выполнила. Теперь дело за собственниками квартир. Страхование имущества – популярная практика в современном мире. Но станет ли она спасением жителей микрорайона Березовый, станет известно уже летом. Татьяна Поздеева, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...